здравствуйте вы смотрите программу классные уроки плюс сток интеллекту меня зовут ольга князева я преподаватель экономики и сегодня мы с вами поговорим о финансовой математике финансовая математика это дисциплина которая изучает математические расчеты финансовых операций что такое финансы финансы это отношение по поводу формирования распределения и использования денежных средств поэтому к финансовым расчетам мы будем относить расчеты по поводу накопления денежных средств их распределения и формирования если в школьном курсе математики вы складывали и вычитали яблоки то финансовая математика занимается сложением и читанием денег то есть финансовой математике вы изучаете как правильно заработать как эффективно вложить и правильно потратить деньги финансовой математике очень важно учат учитывать время время намного важнее чем та сумма которую вы планируете потратить например представьте себе что сегодня на 1000 рублей вы можете купить два стула а через год на эту же самую тысячу рублей вы сможете купить только один стул таким образом действует основной принцип финансовой математики неравноценность денежных средств во времени и так мы с вами определились что денежные средства со временем меняют свою ценность сегодня сумма 1000 рублей через время например через год может стоить уже 1200 рублей эта процедура называется процедура наращения денежной суммы для того чтобы получить 1200 рублей через год мы можем посчитать сколько денежных средств мы вложим сегодня эта процедура называется дисконтирование для того чтобы произвести соответствующие расчеты в финансовой математике существует множество специальных формул финансовая математика помогает нам планировать наш личный или семейный бюджет также финансовая математика позволяет определить что непосредственно влияет на ваш семейный доход допустим вы взяли кредит миллион рублей на 10 лет под 10 процентов годовых как раз вот эти три фактора оказывают непосредственное влияние на ваш на ваш семейный бюджет следующая задача финансовой математики это получить денежные средства сегодня потому что сегодняшний миллион он гораздо ценнее чем тот миллион который мы получим через два года потому что в результате инфляции этот миллион может быть обесценен например застройщик продает квартиры ему выгоднее получить этот миллион сегодня потому что он может воспользоваться этими средствами и заработать дополнительную прибыль если этот миллион застройщик получит через два года денежные средства обесценятся например в результате инфляции многие не разделяют понятия процент и процентная ставка давайте определимся представьте себе что вы вложили денежные средства в банк миллион рублей под пять процентов годовых на два года вот пять процентов годовых это как раз будет процентная ставка а тот доход который вы получите через два года это будут процентные деньги или процент денежные средства в банк мы вложили под пять процентов годовых год это будет период начисления также период начисления может быть квартал или месяц допустим вы сделали вклад в банк 50 тысяч рублей на два года под 9 процентов годовых и вам пообещали дополнительно заплатить через два года 9 тысяч рублей как же проверить правильно эта сумма или нет для расчета мы можем использовать схему простых процентов и так вклад составляет 50 тысяч рублей под 9 процентов годовых на два года сумма к выплате составляет пятьдесят девять тысяч рублей расчет оказался верный однако существует и другая схема начисления процентов сложная схема это не означает что она сложная на самом деле итак вы вложили пятьдесят тысяч рублей по девять процентов годовых на два года в результате расчета по схеме сложных процентов мы получаем доход пятьдесят девять тысяч четыреста пять рублей то есть по схеме сложных процесс процентов значение получилось выше в чем же секрет сложной схемы начисления процентов давайте посмотрим рассчитаем доход за первый год берем также пятьдесят тысяч рублей сумма первоначального взноса девять процентов годовых получаем доход пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей за первый год для того чтобы рассчитать доход в целом за основу берем уже несу основную сумму вклада а сумму вклада с учетом полученного дохода в первый год результат получается пятьдесят девять тысяч четыреста пять рублей что на 405 рублей выше получился расчет чем по схеме простых процентов в зависимости от суммы срока и ставки начисления доход может значительно быть увеличен 405 рублей на первый взгляд небольшая сумма однако если сумма вклада у вас будет не пятьдесят тысяч рублей а нами например миллион сумма дохода или разница между схемами начисления будет значительная по простой и сложной схеме также можно рассчитывать и кредит давайте определимся что же выгоднее для кредита на рисунке изображена схема расчета простого процента и схема расчета сложного процента обратите внимание что при расчете если вы берете кредит на краткосрочный период до года то выгоднее для вас будет воспользоваться схемой сложного процента в долгосрочном периоде то есть если вы берете кредит свыше года выгоднее для вас будет воспользоваться схемой простого процента это для кредита если вы делаете вклад в банк то зависимость будет обратная допустим вы хотите приобрести телефон за 40 тысяч рублей и хотите накопить нужную вам денежную сумму нужно определить сколько же вам сегодня нужно вложить денежных средств в банк на три года по пять процентов годовых чтобы накопить нужную вам сумму 40 тысяч рублей в результате расчета при использовании схемы наращения мы получили 34 тысячи пятьсот пятьдесят три рубля вам сегодня нужно вложить чтобы через три года под пять процентов годовых получить 40 тысяч рублей и купить заветный телефон и так на примере мы посмотрели расчет кредита ежегодно но чаще всего платежи по кредиту рассчитывают и включают график платежей ежемесячно банку выгоднее и правильнее когда вы погашаете кредит ежемесячно то есть постоянно находитесь у банка под контролем и регулярно осуществляете платежи схемы начисления процентов и формулы будут для кредита использоваться те же самые сумма в итоге маленько изменится большую сторону если вы задумали взять кредит но вам очень сложно разобраться со схемами начисления процентов вы можете воспользоваться специальными программами специальным финансовым калькулятором для расчета необходимость суммы кредита срока кредита или суммы платежа по кредиту этот калькулятор вы можете найти или на сайте банка или на смартфоне в приложении в личном кабинете банка если вы задумали погасить досрочно кредит финансовая математика вам также поможет рассчитать схемы новых платежей возможны три схемы досрочного погашения кредита первый вариант снижается только сумма платежа при этом срок платежа остается прежним второй вариант предполагает снижение срока платежа сумма платежа ежемесячного остается прежней из этих двух схем наиболее выгодной для вас является схема снижения срока платежа потому что переплата в целом по кредиту при расчетах будет гораздо ниже и третья схема это совместно изменение снижения суммы платежа и снижение срока платежа в кредитном договоре в разделе досрочном погашение кредита чаще всего банки прописывают первую схему то есть снижение основной суммы платежа наиболее выгодную схему для банков поэтому перед тем как заключать договор обязательно обращайте внимание на схемы досрочного погашения кредита если вы хотите досрочно погасить кредит вы должны обратиться в банк с заявлением каждый месяц вы платите определенную сумму за кредит эта сумма платежа состоит из двух частей первая часть это сумма основного долга тела кредита вторая часть это сумма процентов по банковскому кредиту схема платежей в графике может быть разное например вот как представленная здесь на рисунке сначала вы можете в первые периоды погашать сначала проценты потом к концу срока кредитования эта сумма будет уменьшаться а сумму кредита на начальных этапах будет незначительное погашение и увеличиваться сумма погашения кредита будет к концу срока такая схема наиболее выгодна для банка для нас наиболее выгодна схема будет наоборот когда мы погашаем основную сумму долга в первые периоды кредитования а проценты по кредиту платим позже поэтому при заключении кредитного договора обязательно обращайте внимание на этот момент если вы взять решили кредит обязательно обращайте внимание на процентную ставку если вам в рекламе сказали что процентная ставка по кредиту будет 9 процентов это не обязательно так окончательная стоимость полная стоимость кредита прописывается в кредитном договоре в правом верхнем углу специальном квадрате и это полная стоимость обычно выше той процентной ставки которая указывается в договоре в полную стоимость кредита могут быть дополнительно заложены еще другие услуги банка и так перед тем как окончательно определиться с выбором банка и кредита необходимо провести сравнение условий кредитования и в других банках в первую очередь необходимо определиться с процентной банковской ставкой не факт что-то процентная ставка которая указана в рекламе банка будет подписано или будет включена в кредитный договор обычно итоговая стоимость кредита гораздо выше второй пункт на что следует обратить внимание это по какой схеме сложного или простого процента начисляется кредит напоминаю вам что для заемщика долгосрочном периоде наиболее выгодным будет схема начисления процентов по с простой схеме она более короткий срок кредитования желательно выбирать схему сложного процента третье необходимо обратить внимание на график платежей напоминаю что наиболее желательный для вас схемой кредитования будет схема вот такая когда вы основную сумму долга погашаете в начале срока четвертый пункт на который обязательно стоит обратить внимание при выборе кредита это условия досрочного погашения кредита для вас наиболее выгодным будет сократить срок кредита потому что переплата в результате будет меньше всем спасибо за внимание желаю успехов в саморазвитии